Пока родители на работе, 10-летний Арсений спасает квартиру от затопления. Весь день мальчик расставляет тазики, черпает воду и сливает ее в ванну. В перерывах запускает кораблик. Осенняя капель зазвенела в доме на Волчанском переулке. Из-за прохудившейся крыши талая вода проникла в квартиры верхних этажей. Уже несколько дней у жильцов на потолках подтеки, а на полу мокрые тряпки. Ставим ведра, ночью следишь за этим, выливаешь ведра. Я позвонил начальнику участка, спрашиваю, вы сможете приехать на обследование, были или не были. Она на что мне ответила, нам некогда, мы заняты. По словам жильцов промокших квартир, за состояние крыши в ответе управляющая компания. Однако, рассказывают местные, на жалобы никто не реагирует. Сегодня немножечко подсохли все углы, потому что уже просто третий день это все, все истории. Управляющие не реагируют, но вот фотография. То есть это вот наш первый подъезд, это вот второй подъезд, это третий подъезд. То есть везде один и тот же бедлам. У нас прекрасная крыша, нам сказали. Самая прекрасная крыша в поселке. Тогда страшно подумать, что вообще в других домах. Пишем и звоним. Ноль реакции. То есть хотя бы одного человека это можно отправить и посмотреть, что правда происходит. Если начало таять и стало все протекать, то я считаю, что ремонт крыши обязателен. В управляющей компании комментировать мокрое дело отказались, но пообещали прислать на место бедствие бригаду. Спустя несколько часов с крыши дома действительно начали счищать снег. По словам юриста, жильцы вправе требовать компенсацию ущерба. Если управляющая компания игнорирует собственника, то есть надзорный орган, департамент государственного жилищного строительного надзора. В случае не устранения на управляющую организацию также будут накладываться различные административные штрафы. Тем временем потоп случился и во дворе на улице Новгородцевой. Из-за аварии в запертой квартире затопило соседей. Оказалось, трубы в доме не меняли ровно 33 года. Коммунальщики пообещали решить проблему в ближайшее время.